Так, ну и где ты? Уже скоро буду, буквально минутка осталась Давай быстрее, на улице вообще-то не лето Ну вот она я, что ты меня так торопила? Торопила, потому что нам с тобой надо много успеть Масштабная программа запланирована вообще-то Надо нашим зрителям рассказать, как провести новогодние каникулы весело, задорно и использовать на здоровье Масштабная программа, это, конечно, хорошо Как мы все это успели? Ну, я предлагаю нам разделиться Монетку подбрасывать будем? Да ну тебя, у нас даже золотой карты нет Поехали просто! Поехали! Высокие потолки, просторные фойе с мозаикой, витражами и майоликой Уникальная авторская мебель Мы что, во дворце? Все верно! Только ныне Дворец культуры, искусства и творчества именуется Культурным центром Автоград Своим внутренним убранством и архитектурой Здание приковывает внимание художников и урбанистов со всей страны и даже за ее пределами Просторный и геометрически изящный дворец был построен 44 года назад В стиле советского модернизма Во внутренних интерьерах здания богатая фантазия лучших художников того времени полностью нашла свое отражение Это панно выполнено в технике флорентийской мозаики Красками служат натуральные камни Если мы дотронемся, то стыков и вовсе не почувствуем Представляете, согласно технологии толщина панно не должна была превышать 2,3 мм Как минимум поэтому флорентийская мозаика считается одной из самых сложных в исполнении Зато и одной из самых живописных Конкретно в этой работе использовано больше 10 видов самоцветов Даже несколько десятков лет ничуть не отразились на их красочности Я давно мечтала побывать в Автограде Очень много про него слышала, читала И вот сегодня моя мечта осуществилась Конечно, поразило больше всего, наверное, панно И не только майолика, но вот именно все из камня Даже хотелось выделить, где здесь яшма, где здесь змеевик И мне кажется, это будет интересно абсолютно всем А теперь свои двери для нас открывает Павловская академия образования и искусств Единственный вуз в своем роде во всем ПФО и третий в стране после двух столичных Учреждение хоть и молодое, однако уже успела о себе громко заявить Но мы здесь не по этому искушенному взгляду туриста Здесь тоже есть чем полюбоваться Интерьер внутри академии выполнил в лучших традициях русского зодчества Кованые изделия, израсцы ручной работы, картины, фрески Даже с исторической точки зрения наш архитектурный комплекс представляет большой интерес Дело в том, что оно построено в так называемом неорусском стиле Который начал возрождать император Александр Третий И это возврат к архитектурной традиции до Петровских времен Поэтому всем любителям старорусского Также будет очень интересно посетить нашу академию Формы здесь полностью соответствуют содержанию Учреждение является завершающим звеном системы непрерывного гуманитарного и православного образования Гимназия, колледж, институт Здесь гармонично сочетаются гуманитарное и теологическое направления подготовки В основном студенты осваивают педагогику Получают профессии учителей начальных классов, историков, преподавателей в области экономики и права А это пространство имеет красивое латинское название Атриум в переводе – внутренний дворик Он связывает все этажи здания в единое целое Не знаю, слышите вы или нет, но здесь великолепная акустика В Атриуме проводят торжественные церемонии и музыкальные концерты Говорят, что горнолыжка в Самаре – это действительно очень такое, знаете, семейное место Где можно здорово отдохнуть, вкусно покушать, ну и расслабиться душой и телом Да, и расправить крылья однозначно и скатиться с невероятных гор Так что, милости против! Ну что, Виолетта, для начала нам нужно определиться, на чем будете кататься – на лыжах или на сноуборде? Честно говоря, я не умею кататься ни на том, ни на другом Ну что, пойдемте, не переживайте, я думаю, что мы сейчас, в любом случае, вас научим и подберем вам инструктора и лыжи Очень важно подняться услугами профессионального проката, чтобы ребята-прокатчики тебе выставили вес в правильной пропорции относительно твоего организма, твоего тела Чтобы во время падения лыжа могла отстегнуться и ты не получила травму Понятно Супер! Теперь на одной лыжи пытаемся проскользить, что мы делаем? Одной ногу оттолкиваемся, на другой лыжи пытаемся удержаться Не падаем, не падаем, не падаем, не падаем Не падаем! Зато я послушная Все получилось очень круто Спасибо! Если вдруг лыжа и сноуборд не ваш вид спорта, но активности все-таки хочется Буквально в 5 метрах от горнолыжки есть замечательное место, называется Active Time И ох, что тут происходит Я сейчас все покажу, но для начала надо надеть специальное снаряжение Я так понимаю, меня сейчас будут на что-то крепить У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у от земли по тонким или широким доскам и самое главное не упасть но даже если упадете не страшно у нас же есть страховка я очень сильно боюсь высоты честно и довольно сильно нервничаю сейчас еще больше я не люблю мосты я признаюсь вот как на духу страшно да спасибо зато честно так вот они с каждым разом все тяжелее и тяжелее о боже мой а вот тут проблема поймете что это вы не хотите не разбежаться и прыгнуть просто прыгнуть можно не разгоняться нужно нужно разгоняться все готовы сиха 3 2 1 помните вот эти программы по телевизору супергерои или что-то там вот в этом роде где они где-то лазают прыгают бегают и ты сидишь смотришь и думаешь вот хочу так же приходите в актив тайм поймете сразу хотите вот так или нет лично я сегодня поборола кучу собственных страхов но вот вопрос про поборола ли я их до конца язык уже даже заплетается Ширяевы называют Волжской Швейцарией вы только посмотрите как это красиво располагается село на берегу Волги с обеих сторон возвышаются горы монастырская и попова вот как раз на одной из них мы сейчас находимся Екатерина почему именно такие названия потому что 19 года было обнаружено в низине попова горы у подножия небольшое построение и потом когда подняли документы выяснилось что этот участок земли принадлежал местному попу поэтому их прозвали попова гора а монастырская монастырская ну очень много легенд говорят что около подножия горы был монастырь да там когда-то был монастырь стоял там жили три монашки которых потом великая когда война началась их расстреляли там потом менялась а так тоже в кругале нашего поселка везде стоят монастыри под горах в рождественных шлимких имеете вы в новинках очень много а таких видов действительно дух захватывает чувствую сегодня у меня галерея будет просто заполнена это просто непередаваемо на поповой горе есть еще одна важная достопримечательность шееряевские штольни образовались они в начале прошлого века из-за добычи бутового камня то есть пещеры рукотворные и прямо сейчас мы туда и отправимся тоннели уходят вглубь на 300 метров независимо от сезона здесь царит стабильно низкая температура плюс 5 градусов и величественная тишина иногда ее нарушают летучие мыши а их здесь говорят много богатый природой край богат еще и культурой когда-то здесь творили известные поэты и художники если хотите проникнуться искусством и ощутить на себе атмосферу жизни 19 века обязательно загляните в историка музейный комплекс мы находимся доме музея репина находимся в синях это вообще а крестьянская усадьба алексеевых и здесь летом 1870 года останавливался илья ефимович репин с младшим братом с двумя друзьями художниками сюда он приезжал чтобы работать над своей известной картиной бурлаки на волге пройдемте в избу посмотрим как располагали здесь художники бревна большая часть конечно же старая осталась но все остальное к сожалению но предметы быта того времени все собиралась от жителей села и обстановка такая что вот на этом месте вот под палатами на лавке спал илья репин в переднем углу на лавке спал известнейший пейзажист федор васильев да художники из кухни сделали спальню там спал художник-описк евгений макаров вот в этом доме жил поэт ширяевец к сожалению только с 1887 года как он здесь родился и до 1900 когда после смерти отца они с мамой отсюда уехали то есть александр ширяевец прожил только 13 лет своей жизни но ширяева безумно свое любил очень много стихов посвятил своей малой родине на самом деле в волжских термах я впервые и прям сразу же на меня порадовала система хранения при хозы всем выдают вот такие браслетики на которых написан номерок они магнитные и ваш шкафчик открывается от них туда спокойно можно положить все свои личные вещи и шкафчик автоматически закроется прекрасно же а вы тем временем будете спокойно наслаждаться отдыхом в бассейне с джакузи поплавали теперь настало время для морского бассейна кстати соль она привезена была специально из израиля и говорят это очень полезно в здоровье холодно 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 но сейчас будет тепло тепло красота же на улице зима вы мокрые в воде но вам при этом не холодно прелесть но в этой серии мы уже зарекомендовали себя как настоящий семейный отдых и людей тут много даже в будни и сейчас я хочу спросить что же так привлекает людей в деревню Очень здорово, что в Асамарской области есть такое место, в котором можно приехать и расслабиться. Чем вам нравится это место? Ну, первый раз идет проводка шикарно. Как на юге побывала. Вам тут нравится? Да. А почему? Это крутое место. Необычное для нашего города, для нашего региона. Ну, доступно. То есть, мы сами местные. Буквально, так сказать, всего потом. Без перелетов, да? Да. Да. Поэтому нет, это все здорово. Вот, восток и мосты. Поплавать, согреться, а потом снова идти плавать. Кстати, согреться здесь вполне возможно. Тут работают 10 саун. От турецкого хамама до старорусской бани. Мы с вами находимся в Ямалайской сауне. Главная ее отличительная особенность – природный минерал. Ямалайская сауне. Как вы уже успели догадаться, волжские термы – это место для релакса и отдыха, душой и телом семейного отдыха. Как же хочется иногда убежать подальше от городской суеты, забраться на какую-нибудь вершину и почувствовать это таинственное дыхание природы. Почему бы не провести такой сеанс перезагрузки в предстоящие длинные выходные? К тому же, чтобы покорить вершины Жигулевских гор, вовсе не обязательно обладать физической подготовкой альпиниста. Гора Отважная – одна из самых близких и доступных жигулевских вершин. Добраться до нее совсем несложно. Сделать это можно на личном автомобиле или и вовсе на общественном транспорте. Правда, в последнем случае придется прогуляться пешком. Неспешным шагом подъем займет до полутора часов. Зато, как только вы преодолеете этот путь, непременно подумаете – все точно не зря. Говорят, на Отважной хорошо в любую погоду. Но нам повезло особенно – природа даже сотворила такие великолепные декорации. Но жить в Самарской области, особенно в Тольятти и в Жигулевске, не побывать на Отважной, наверное… Ну, это грех. Это точно. Несомненно. Да. Несомненное преимущество Отважной – это то, что получить наслаждение от близости с природой здесь можно в любое время года. Зимние пейзажи ничуть не менее привлекательны летних. Если все же надумаете сюда отправиться, не забудьте оформить письменное разрешение от Национального парка. Сделать это можно онлайн. Ну, а мы, побывав на вершине одного берега, отправляемся на берег противоположный. Ну, а если спокойного уединения с природой вам недостаточно и хочется экстрима, решение тоже есть. Почувствовать скорость и адреналин, ощутить свободу и взять контроль над тихией ветра. Все верно. Мы – основу кайтинга. А как сегодня погода для того, чтобы попробовать? Сегодня у нас очень неудобное направление ветра. Ветер дует прямо с берега. И если посмотреть, допустим, на флаг, он очень сильно меняет направление. Раз – и после резкого порыва ветер пропадает полностью. К сожалению, для кайта это не очень хорошо. Ну, у нас есть другой, более демократичный снаряд, так называемый ВИНК или крыло по-русски, которое лишено этих недостатков. Вот мы на нем можем попробовать. Точно так же мы при помощи этого крыла преобразуем энергию ветра в энергию движения. Только крыло это используется таким образом. Сначала мы его прицепляем к себе вот таким страховочным лишим на случай, если вдруг мы его бросаем, чтобы крыло в нас не улетело. Далее из парковочного положения его нужно перевернуть в рабочее. Естественно, вы уже должны находиться на средстве скольжения, то есть у вас должны быть коньки или лужи на ногах. Крыло у меня уже летит. Я его удерживаю либо за эту ручку, либо за эту. Привожу крыло в рабочее положение, то есть заставляю его тянуть меня. Чтобы остановиться, я обезветриваю крыло, вот таким образом и останавливаюсь. Чтобы поехать в обратную сторону, мне нужно развернуться. Крыло остается над головой, меняю руки и еду в обратную сторону, наклонив крыло вперед, чтобы оно тянуло за собой. Насывается очень легко. В общем, для новичков самое то. Отлично, да. Для новичков очень хорошо. Самое главное – уметь стоять на лыжах или на сноуборде или на коньках, смотря какая поверхность. Отлично. Ну, я сегодня без коньков, но просто подержать же можно, попробовать направление ветра. Да. Здесь крайнее Жигулевское море и возможность по-настоящему полетать. По-моему, в этом сочетании идеально все. Опытные райдеры говорят, что освоить сноукейтинг может каждый. Главное – запастись терпением и выносливостью. Зато потом, отточив мастерство, сможете в полной мере ощутить свободу и насладиться великолепием природных пейзажей. Мы приехали в одно очень интересное местечко. Люди здесь растворяются, набираются оптимизмом, вдохновляются и просто находятся в состоянии щенячьего восторга. Одним словом, эко-парк для семейного отдыха «Маламут-Лэнд». Погнали! Вот он, вот он, вот он! Щенячий восторг! Я, в общем, сейчас буду кататься на издовых собаках. Тут «Маламуты» и «Хаски». Я это впервые буду делать прямо в предвкушении. Потом поделюсь эмоциями. Ну что, эмоции на самом деле потрясающие. Пока ехала, узнала очень много интересного. Оказывается, возглавляют повозку вот эти вот два, да? Красавцы – это вожаки, самые главные в стае. Причем выбирают их люди, которые с ними работают. Они выводят их в лес, дают разные задания. Кто лучше всех справится, тот и вожак. А вот замыкают... Ну вы тоже молодцы, молодцы! Умнички хорошие! А вот замыкают самые главные силачи стаи. Именно они везут и тащат на себе весь вес человека. Спасибо тебе, силач! Спасибо! Свежий воздух, горы, сосны. Ну что может быть лучше? Хочется расслабиться и наслаждаться этим. И мы пойдем наслаждаться. Сейчас мы будем кататься в упряжке. А катать, собственно говоря, будет прекрасный конь. Его зовут Север. Я хочу познакомиться сначала. Мало ли, все-таки в его копытах моя жизнь. Север, здравствуй! Познакомимся? Все разум умял. Значит, все будет хорошо. Это, конечно, очень здорово и интересно. Но самая классная часть программы вот за этой дверью. Это существа, которые дарят ласку, любовь. Они так рады. Человек, ты такой классный. Погладь меня, я тебя так люблю. И это настолько искренне. Это подкупает, конечно, очень сильно. Людей, да. Людей, детей. Маламут Ленд – это прекрасное место. Тут ты по-настоящему отдыхаешь душой и телом. Разслабляешься вместе с этими потрясающими животными. И им не важно, как ты выглядишь, кто ты. Им важно, что ты человек, который принес им любовь и ласку. И они взамен дарят любовь и ласку. После такого потрясающего заряда духовных внутренних сил я решила, что неплохо было бы подзарядиться и физически. Ну или наоборот расслабиться и порелаксировать, а потом зарядиться. В общем, в Билл в поисковике эко-отель. Хочется же свежего воздуха и простора, чтобы... И вышел маяк. Собственно говоря, мы тут. Жемчужина маяка «СПА-центр» прямо на территории комплекса. Здесь есть огромный бассейн протяженностью 12 метров и максимальной глубиной 1,75 метра. Теплый джакузи и детский бассейн, конечно же, для ребятишек. Но самое главное, здесь есть три бани. Финская сауна, соляная хамам турецкая и русская парилка. Ну и напоследок то, что я люблю больше всего. Теперь пора есть. Ресторан в маяке славится своей русской и итальянской кухней. В частности, все хвалят неаполитанскую пиццу, которая готовится в настоящей неаполитанской печи. И сейчас мы ее тоже попробуем. Спасибо. Выглядит очень вкусно. Я никогда не пробовала настоящую неаполитанскую пиццу. Божественный аромат, аж слюнки текут. Не представляете? Фиолет, ты чего? О, привет! Смотри! Ну, да, красиво. Да нет! Ты посмотри! Мы что, в сказку попали? Да нет, это площадь Куйбышева. Хотя, можно сказать, что в сказку. Пошли! Спасибо! 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 Субтитры делал DimaTorzok Носы красные, а глаза счастливые Это точно Ты знаешь, а я думаю, что 2023 будет счастливо Ну, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь В Самарской области Ну, а куда отправиться, мы вам показали